Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан. Часть первая. Глава первая. Шхуна Брик-Пилигрим. 2 февраля 1873 года Шхуна Брик-Пилигрим находилась под 43 градуса 57 минут южной широты и 165 градусов 19 минут западной долготы от Гринвича. Это судно водоизмещением в 400 тонн было снаряжено в Сан-Франциско для охоты на китов в южных морях. Пилигрим принадлежал богатому калифорнийскому судовладельцу Джемсу Уэлдену. Командовал судном в продолжение многих лет капитан Гуль. Джемс Уэлден ежегодно отправлял целую флотилию судов в северные моря, за Берингов пролив, а также в моря южного полушария, к Тасмании и к мысу Горн. Пилигрим считался одним из лучших кораблей флотилии. Ход у него был отличный. Превосходная оснастка позволяла ему с небольшой командой доходить до самой границы сплошных льдов южного полушария. Капитан Гуль умел лавировать, как говорят моряки, среди плавучих льдин, дрейфующих летом южнее Новой Зеландии и мыса Доброй Надежды, то есть на более низких широтах, чем в северных морях. Правда, это только небольшие айсберги, уже потрескавшиеся и размытые теплой водой, и большая часть их быстро тает в Атлантическом или Тихом океанах. На пилигриме под началом капитана Гуля, прекрасного моряка и одного из лучших гарпунщиков южной флотилии находилось пять опытных матросов и один новичок. Этого было недостаточно. Охота на китов требует довольно большого экипажа для обслуживания шлюпок и для разделки добытых туш. Но мистер Джемс Уэлден, как и другие судовладельцы, считал выгодным вербовать в Сан-Франциско лишь матросов, необходимых для управления кораблем. В Новой Зеландии среди местных жителей и дезертиров всех национальностей не было недостатка в искусных гарпунщиках и матросах, готовых наняться на один сезон. По окончании кампании они получали расчет и на берегу дожидались следующего года, когда их услуги снова могли понадобиться китобойным судам. При такой системе судовладельцы экономили немалые суммы на жалование судовой команды и увеличивали свои доходы от промысла. Именно так поступил и Джемс Уэлден, снаряжая в плавание пилигрим. Шхуна Бриг только что закончила китобойную кампанию на границе южного полярного круга, но в ее трюмах оставалось еще много места для китового уса и немало бочек, не заполненных ворванью. Уже в то время китовый промысел был нелегким делом. Киты стали редкостью. Сказывались результаты их беспощадного истребления. Настоящие киты начали вымирать. И охотникам приходилось промышлять полосатиков. Настоящие киты дают охотникам ворвань, китовый жир, ценное промышленное сырье и китовый уз. Китовый уз, роговые пластины, употребляется для изготовления разных изделий. Полосатики дают только ворвань, пластины китового уса у них развиты слабо. Охота на которых представляет немалую опасность. То же самое вынужден был делать и капитан Гуль. Но он рассчитывал пройти в следующее плавание в более высокие широты, если понадобится, вплоть до земель Клары и Адыли, открытых, как это твердо установлено, французам Дюмоном до Юрвилем, как бы это ни оспаривал американец Уилкс. К пилигриму не повезло в этом году. В начале января, в самый разгар лета в Южном полушарии и, следовательно, задолго до конца промыслового сезона, капитану Гулю пришлось покинуть место охоты. Вспомогательная команда, сборище довольно темных личностей, вела себя дерзко. Нанятые матросы отлынивали от работы, и капитан Гуль вынужден был расстаться с ней. Пилигрим взял курс на северо-запад. И 15 января прибыл в Айтемату, порт Окленда, расположенный в глубине залива Хаураки на восточном берегу северного острова Новой Зеландии. Здесь капитан высадил китобоев, нанятых на сезон. Постоянная команда пилигрима была недовольна. Шхуна Брик не добрала по меньшей мере двести бочек ворвани. Никогда еще результаты промысла не были столь плачевны. Больше всех недоволен был капитан Гуль. Самолюбие прославленного китобоя было глубоко уязвлено неудачей. Впервые он возвращался с такой скудной добычей. Он проклинал лодорей и тунеядцев, которые сорвали промысел. Напрасно пытался он набрать в Окленде новый экипаж. Моряки были уже заняты на других китобойных судах. Пришлось таким образом отказаться от надежды дополна нагрузить пилигрим. Капитан Гуль собирался уже уйти из Окленда, когда к нему обратились с просьбой принять на борт пассажиров. Отказать в этом он не мог. Миссис Уэлден, жена владельца пилигрима, ее пятилетний сын Джек и ее родственник, которого все называли кузен Бенедикт, находились в это время в Окленде. Они приехали туда с Джемсом Уэлденом, который изредка посещал Новую Зеландию по торговым делам и предполагали вместе с ним вернуться в Сан-Франциско. Но перед самым отъездом маленький Джек серьезно занемог. Джемса Уэлдена призывали в Америку неотложные дела, и он уехал, оставив жену, заболевшего ребенка и кузена Бенедикта в Окленде. Прошло три месяца. Три тяжких месяца разлуки, показавшихся бесконечно долгими, бедной миссис Уэлден. Когда маленький Джек оправился от болезни, она стала собираться в дорогу. Как раз в это время пилигрим пришел в Оклендский порт. В ту пору прямого сообщения между Оклендом и Калифорнией не существовало. Миссис Уэлден предстояло сначала поехать в Австралию, чтобы там пересесть на один из трансокеанских пароходов компании «Золотой век», связывающих пассажирскими рейсами «Мельбурн» с панамским перешейком через Папеэто. Добравшись до Панамы, она должна была ждать американский пароход, курсировавший между перешейком и Калифорнией. Такой маршрут предвещал длительные задержки и пересадки, особенно неприятные для женщин, путешествующих с детьми. Поэтому, узнав о прибытии пилигрима, миссис Уэлден обратилась к капитану Гулю с просьбой доставить ее в Сан-Франциско вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом, и нам, старухой-негритянкой, которая выненчила еще самую миссис Уэлден, совершить путешествие в три тысячи лье на парусном судне. Но судно капитана Гуля всегда содержалось в безукоризненном порядке, а время года было еще благоприятно по обе стороны экватора. Капитан Гуль согласился и тотчас предоставил в распоряжение пассажирке свою каюту. Ему хотелось, чтобы во время плавания, которое должно было продлиться дней сорок-пятьдесят, миссис Уэлден была окружена, возможно, большим комфортом на борту китобойного судна. Таким образом, для миссис Уэлден путешествие на пилигриме имело много преимуществ. Правда, шхуна Брик должна была сначала зайти для разгрузки в порт Вальпараисо в Чили, лежащей в стороне от прямого курса. Зато от Вальпараиса до самого Сан-Франциско судну предстояло идти вдоль американского побережья при попутных береговых ветрах. Миссис Уэлден, опытная путешественница, не разделившая с мужем тяготы дальних странствований, была храбрая женщина и не боялась моря. Ей было около тридцати лет, и она отличалась завидным здоровьем. Она знала, что капитан Гуль — отличный моряк, которому Джемс Уэлден вполне доверял, а пилигрим — надежный корабль и на отличном счету среди американских китобойных судов. Случай представился, надо было им воспользоваться. И миссис Уэлден решилась совершить плавание на борту судна небольшого тоннажа. Разумеется, кузен Бенедикт должен был сопровождать ее. Кузену было лет пятьдесят.